Второе место в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина занял олимпийский чемпион Илья Захаров. Кто стал первым, а также о других событиях саратовского спорта, расскажем в нашей рубрике «Спортобзор». Илья Захаров уступил чемпионский титул своему напарнику по синхронным прыжкам Евгению Кузнецову. Саратовец выиграл полуфинал, но в финале сразу отстал от конкурента на 54,4 балла, сорвав первый прыжок. 100,7 балла Захаров получил за шестой прыжок, но этого оказалось недостаточно для золота. Третьим стал Сергей Назин из Оренбургской области. На одну игру единой лиги ВТБ дисквалифицирован игрок «Автодора» Артем Клименко. 25 января в ходе игры с командой «Локомотив Кубань» саратовец нанес удар сопернику Малькельму Делейне. Тот ответил, и оба баскетболиста получили дисквалифицирующие полы и покинули площадку. Из-за этого инцидента директорат единой лиги ВТБ своим постановлением оштрафовал «Автодор» на 50 тысяч рублей и дисквалифицировал центрового Артема Клименко на один матч. Аналогичные наказания наложены на «Локомотив Кубань» и игрока Малькельма Делейне. В серию крупных побед продлили саратовские спортсмены в первенстве России по хоккею с мячом в высшей лиге. Во втором матче с «Динамо» Казанью-2 саратовский «Универсал» устроил настоящий штурм ворот соперника. После первого тайма счет был только 5-0 в пользу саратовцев. Второй хозяева выиграли 9-1. Итоговый счет 14-1 в пользу «Универсала». Сейчас саратовская команда после 20 игр уверенно лидирует в таблице группы. 42 очками «Универсал» опережает казахстанский «Акжаик» на 4 балла. 11 и 12 февраля саратовцы снова сыграют с «Динамовцами». Встреча состоится в Казани.